Проблема эта существует. И, конечно, сейчас, когда люди лично боятся выйти из дома, она может приумножиться. Но что хотелось бы сказать. Мне вот иногда стыдно, я тоже очень плохой интернет-пользователь. Вот заставь меня через интернет оплатить. Я бы что не смогу. А Леонид Песной, депутат областной думы и признанный эксперт по ЖКХ. Именно по его инициативе вопрос с платежами обсуждали в стенах парламента. Проблема ненадуманная, признаются и в региональной госжилинспекции. У нас были такие звонки. Люди звонили старшего возраста. Я их прекрасно понимаю, что тот человек, который привык платить, скажем так, традиционно, привык ходить на почту, на почте оплачивать. То есть таким способом. Ребята, мы идти в банк, чтобы оплачивать. То есть сейчас связано с тем, что мы находимся на самоизоляции. Мы сидим дома, допустим, на почту пойти мы не идем. Надежда Ипполитовна, пенсионер, 70 лет. На самоизоляции уже несколько недель. Копить долги за коммуналку не привыкла. Как платить сейчас – большой вопрос. У меня простенький сотовый телефон. Поэтому я ежемесячно хожу, строго вовремя, своевременно оплачиваю в Сберкассе все платежи. В связи с тем, что пенсия все-таки не такая большая. И если я скоплю за два месяца платежей, получится мне полпенсии у меня уйдет. Если за три месяца вся пенсия уйдет, поэтому я строго вовремя плачу. Оплата ЖКУ не вошла в число исключений, по которым гражданам разрешено передвигаться по улицам. В региональном правительстве о проблеме знают, но пока не готовы менять правила игры. Оплата коммунальных услуг может производиться на самом деле по-разному. Это и режим электронный, безусловно, через телефон, через электронную карту. Для этого надо дойти до какого-то банкомата. Если мы говорим о том, что можно сходить в магазин, и это необходимость, не можно, нужно сходить в магазин, но близлежащий. А не ходить по всему городу в поисках одной пачки чего-то, или одной буханки хлеба. То, понимаете, и здесь то же самое. Все же должно быть в рамках разумного, скажем так. Масло в огонь подлила и федеральная поддержка. Правительство запретило до конца года начислять пеней по просроченным платежам. Отключать свет, газ и воду за неуплату тоже запрещено. Люди все по-разному это восприняли. Платежи пошли, что называется, резко вниз. Мы тоже должны понимать, что мы не можем обрушить систему энергетики. Поэтому за потребленные ресурсы мы обязаны платить. Обязаны платить. Даже в ситуации с пандемией. Как будет работать федеральная поддержка на практике, саратовцы увидят в апрельских платежках. Но проблемы прогнозируются уже сейчас. Наша позиция та, что пеню не должны не начислять. И, соответственно, не должны взыскивать. Позиция некоторых организаций, которые к нам за консультацией обращаются, как трактовать этот закон, потому что он еще в практике нет. Мы увидим это только в квитанциях в апрельских, то есть в мае месяце. Позиция такая, что начислять пеню они будут, потому что они не могут ее не начислять, но они не будут взыскивать. А как она? То есть она будет висеть в платежке? Тоже вопрос. Тоже вопрос. Поэтому наша позиция ГЖИ, что ее не только взыскивать, понятно, что это запрещено законом, но ее и начислять нельзя. Или не стоит, не следует. Для того, чтобы не вводить, скажем так, людей в заблуждение, не вызывать в них лишние вопросы. Обратная сторона вопроса – поставщики ресурсов и коммунальных услуг. С проблемой столкнулись все, кто работает на региональном рынке. Действительно, мы наблюдаем существенное снижение платежей, порядка 40%. Но обращаю внимание, что отмена пеней не отменяет платежи. И те, кто вовремя не заплатил, после отмены карантина придется платить за несколько месяцев. Ситуация складывается на сегодняшний день следующим образом. Большое падение собираемости по данным группам, по физическим лицам, по жилым помещениям и по управляющим компаниям. Мы увидели это, когда у нас были введены первые ограничительные меры, это в режим самоизоляции. Там мы уже увидели, что собираемость составила по данным категориям 25%. Я думаю, что мы не являемся исключением. Ситуация у нас типичная и похожа на другие компании, которые занимаются представлением коммунальных услуг. В связи с приостановкой деятельности ряда предприятий, на сегодняшний день мы уже имеем более 700 заявлений о приостановке платежей за вывоз твердокоммунальных отходов от них, в связи с приостановкой их работы. И, соответственно, падением дисциплины платежной и у населения, и особенно у управляющих компаний, на сегодняшний день мы имеем 35-38% снижения оплаты за апрель месяц. Прогнозируем за май месяц 50% снижение. Если сравнивать период, допустим, марта текущего года по уровню платежей, которые поступали в фонд капитального ремонта, то денежные средства в марте поступили в размере более 108 миллионов рублей. Если же посмотреть платежи, которые сложились на сегодняшний день, которые поступали в фонд в апреле текущего года, то здесь необходимо признать, что на сегодняшний день от собственников помещения в многоквартирных домах в фонд капитального ремонта, то есть в общий котел, поступило 53 миллиона рублей. К сожалению, на сегодняшний день необходимо признать, что платежи и их уровень упали. Упали они существенно. Если сравнить аналогичный период марта текущего года и апреля текущего года, то, к сожалению, необходимо констатировать, что платежи упали более чем на 80%. В фонде капремонта говорят, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, все намеченные в программе работы не остановлены, они продолжаются. Но все же падение, пусть даже вынужденная платежной дисциплины, угроза для экономики предприятий. Чтобы не приостановить деятельность мусоровозящей компании на территории области, нами проводится работа по минимизации затрат. Ведем переговоры со всеми поставщиками ГСМ, других услуг, для того, чтобы снизить затраты или отсрочить их, чтобы у нас был временной интервал, для того, чтобы смогли оказать качественную услугу и принять решение для стабилизации нашей деятельности. Все поставщики ресурсов и коммунальных услуг внедрили у себя онлайн-оплату. У кого-то есть личный кабинет на сайте, кто-то привлекает для сбора городской расчетный центр. Он, кстати, тоже перешел на удаленку. Информации о том, что пункты возобновили работу, подтверждения не нашла. Как вариант, предлагают воспользоваться помощью волонтеров. В настоящее время мы планируем взаимодействовать с волонтерами и передать через них инструкции по оплате онлайн и передаче показаний. Обращаю внимание всех наших жителей помочь своим родственникам, пожилым людям, которые сейчас находятся в особой группе риска, освоить этот онлайн-сервис или сделать это за них. На территории области у нас действует волонтерский штаб помощи гражданам в связи со распространением коронавирусной ситуации. Работает очень активно. Если кто-то испытывает трудности в перечислении денежных средств за капитальный ремонт или иные жилищно-коммунальные услуги, можно в него обратиться. Называется он штаб этот «Мы вместе». Существует у них телефон, по которому можно получить соответствующую консультацию и впоследствии помощь. Такая поддержка, конечно, нужна. Вот только информация до тех же пожилых людей доходит в сильно урезанном виде. Об инициативе они слышали, но вот где искать этих волонтеров не знают. Ну и как быть? Я не знаю, как вот. Или рисковать дойти до сберкассы, но масок-то нет. А где-то две остановки идти от нас, сюда три, туда вверх две остановки. Все-таки это прилично.